Всем привет! Сегодня у нас в обзоре новая модель планшета Freelander Typhoon на МТК-6577. Вот в таком боксе находится планшет. С ним идет зарядное устройство стандартное, наушники дешевые и вот что поразило меня подключение usb зарядку и к компьютеру мы получили вот такой разъемчик как у samsung очень похож на apple разъем что немного огорчило в принципе что если выйдет и строит этот шнурок то просто так на базаре его будет не так-то просто и не дешевым будет тем кто хотят держать такой аппараты дома и в машину таскать то придется закупать чтобы подключать зарядное устройство ну по комплектации у нас все давайте посмотрим на сам аппарат и так что мы имеем аппарат очень похож на samsung galaxy так мы видим что у него появились если брать первую модель без 3g то продублировались кнопки с правой стороны мы видим камера слева 0 3 мегапикселя аппарат по сравнению с предыдущей 3g версии моделью стал немножко толще порядка 13 миллиметров снизу у него микрофончик и динамик что очень положительно сказалось на звуке так как вывод звука вниз увеличил сам звук и теперь когда вы носите в универсальных каких-то чехлах вот типа вот такого то звук отлично слышен так сверху у нас кнопка включения также громкость резет и вот они два слота один слот под сим карту мы можем спокойно использовать симки gsm и в сидимой 3g интернета и слот под микросиде они закрыты вот такими штучками в принципе довольно аккуратно без резинового фанатизма как на предыдущих версиях пластмассовые оторвать можно ну здорово горится и вот что самое интересное вот этот от сот он находится справа улика справа слева без разницы сбоку этот слот завинчены двумя винтиками похоже как вот у apple торец или у самсунга с этой с противоположной стороны мы видим выход по три с половиной для наушников задняя крышка у нас такая алюминиевая комбинация с пластиковым корпусом довольно приятный выбитый идентификационный номер устройства с логотипом фрилендер двухмегапиксельная камера с подсветкой или фонарика вот такой аппарат на данный момент я считаю одним из самых лучших в линейке фрилендеров именно 7-дюймового формата со встроенным 3g и gps модулем давайте посмотрим я запущу покажу как запускается наш аппарат и в каком виде он поступил нам с китая очень похож просто на 7-дюймовый телефон сверху у нас еще динамик вы знаете я вот честно говоря пленку не срывал но мне казалось что этот динамик может должен работать в режиме да потому что пленка режиме skype и можно пользоваться им вот голубенькая подсветочка мы получили голубенькую подсветочку довольно симпатично вот в таком виде приходит нам аппарат от поставщика такой вот вот мы видим что в данном момент у нас сейчас находится в таком положении если мы перевернем даже если 3g сенсор у нас ключа у нас не переворачивается какие программы виджеты у нас не переворачиваются что конечно напрягает но есть выход чтобы сделать из него полноценные планшеты не просто как телефонный вариант что делаем мы ставим на этот аппарат сейчас мы его выключим потому что есть подготовленный сам себе приобрел именно эту модель очень ждал с лета вот включая вот этот самый аппарат уже настроенный полностью что мы видим у нас все переворачивается и переворачивается довольно неплохо и быстро мы поставили обыкновенный гоу лаунчер в котором настроили скажу так что один из самых лучших лаунчеров на данный момент которым можно настраивать переходы плавные быстрые там как работает себя так что у нас на борту давайте поедем сразу у нас mtk 6577 cortex 9 1 герцовый процессор с gpu power в rsd x 531 это позволяет нам свободно ставить разные игры смотреть фильмы без тормозов потому что процессор считается сейчас самым последним скоро выходного процессора ну это уже после нового года думаю будет поэтому данная модель имеет самый совершенный процессор на mtk экран у нас айпиес кто думает что вот хватает обыкновенного дисплея глубоко заблуждается потому что углы обзора это очень приятное дополнение к планшету и меньше чем my ps матрица не имеет смысла брать вот имеет и ps матрицу карта расширения у нее до 32 гигабайт 1000 до 4 на 600 разрешения с размером 16 на 9 экран 5 точек 11 флеш так теперь самым важным критерием было выбора этой модели это была батарея предыдущих ведь версиях батарея было скажем так среднего долгожительства в этой модельки нам заявил производитель 5 и 2 миллиампер час может быть с этим связана толщина самого аппарата 13 миллиметров но мой тест показал что в разрешении 4 480р видео 7 от 7 с половиной до 8 часов в режиме полета можно было смотреть спокойно вот так тем кто любят путешествовать и нужна большая долго играющая батарейка за очень советую потому что предыдущие версии грубо говоря умирали намного раньше чуть ли не в два раза и так вайфай запустим выйдем из режима полета данный момент установлена сим-карта укртелеком видим сигнал можно спокойно отключать модуль 3g пользоваться только вайфаем и наоборот дабы экономить батарею установлены были виджеты и программки разные вот такая программка была установлена по экономии батареи спокойно идет разные вещи как skype play market что интересно было стоит завода без проблем работает видеть все программы можно скачивать платные бесплатные программки навител поставил последний последний раз запряжал батарею наверно дня 4 назад вот у нас последний навитал отлично заменит навигатор так также можно исполнить использовать его как регистратор есть холдеры в продаже который крепится к стеклу можно посмотреть как работает тачскрин без всяких проблем можно еще быстрее на данном планшете еще не снята пленка что думаю еще чувствительный тач будет можно использовать аппарат как телефон ну вот единственное в этом случае наш аппарат работает только вот в таком положении нижнем можем позвонить и пообщаться через bluetooth гарнитуру или какой-то другой просто гарнитуру через громкую связь так дальше давайте игрушечку запустим потестируем самое интересное гормоны наверное задают вопрос какие игры идут вот mass effect довольно громкий очень на данном аппарате как я говорил выходит не закрывает динамик а 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 Продолжение следует... 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 теперь у нас тут отображается можем использовать с помощью встроенного декодера интересная штука ребята хочу делать трактора ставят туда бешеные двигателя и тут без проблем перемотка попробуем какой-то другой сайт посмотреть как у нас серф просматривает странички да мы забили немножко не туда ну вот через вай фай просматривать можно так что еще мы посмотрим картинки все любят смотреть картинки ну давайте мы посмотрим картинки картинок у нас очень много и непонятно что за картинки стандартные картинки это заставки рабочие стволы демо мультик версия вконтакте хорошее приложение можно скачивать я лично скачиваю отсюда с помощью этого приложения фильмы и и смотрю уже скачиваю потому что онлайн он намного больше требует батарею въезд поэтому лучше смотреть можно воспроизводить можно скачивать при любом выбираем любой из предложенных проигрывателей почему-то предлагает оперу выбираем микс а 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 можно установить картинку это я это я ладно слушай мы можем договориться предложение которое мы сделаем и предусмотрим, откуда предложили вам была предложена сделка с которой вы должны были согласиться, вы солгали нам мы сделаем что вы хотите дальше теперь давайте я расскажу как у нас работает 3g выключаем вай фай имеем сигнал тут есть маленький нюанс в этом аппарате обнаружил его методом тыка потому что долго не мог подключиться заходим в настройки вай фай bluetooth все у нас выключено и заходим настройки вот еще данный момент у нас видим что сети мобильной связи используются передача данных сейчас отключена но для того чтобы включить ее надо просто поставить галочку или же вот тут сверху активировать передачу данных ну допустим сейчас я объясню вот есть такая штука параметры сети gsm и mts предпочтительной сети только в сидимой если мы ставим на только gsm что очень интересно как раз у нас тут появляются только в сидима я сначала ставим новости димой но вот сейчас у нас обновление настроек у нас не будет работать только в роуминге через стартом еще через какой-то провайдера видит поставил себя только gsm в итоге перепутали немножко ребята и нам надо поставить только gsm и тогда у нас тут будет только в эссе и димой дальше теперь мы что делаем передача данных у нас стоит у укр телекомовский ютиловский получается карточка за 30 гривен все у нас появилась аж вот тут в уголочке появилась значок h следовательно мы подключены 3g и можем спокойно допустим на тот же самый сайт формула-1 news ru появляется за такие треугольнички то есть идет передача данных то есть трафик пошел до помедленнее конечно ну дороге это в принципе нормально можно и видео смотреть с таким звуком выключился 5 iphone за 40 долларов в коробки сел и так коротко подытожим отличный аппарат для водителей просто людей которые любят чтобы у них было практически все в него и интернет и gps и gps и айпиас матрица и хороший аккумулятор отличный корпус я вот так скажу что корпус дубовый грубо говоря предыдущих моделях был soft touch который мне очень понравился ну вот алюминий тут не портит его совсем если носить еще вот в таком чехле то я считаю что вообще охлаждение тем более но на тк процессоре нагрева практически нет крайней мере тут сколько ни гонял ни выбора него что нагрева я не почувствовал поэтому охлаждение как такового алюминий не несет потому что если бы он прям всякий как кипяток был то тогда еще ладно поэтому приобретайте данный аппарат наслаждайтесь его функциями следующих обзорах будут аппараты pd-20 с теле и тюнером аналоговым смотрите все всего вам доброго до свидания